Забыла, да? Да, забыла. Ну ладно. Уже не помню, на каком я месте хотела вам что сказать. Девочки, такого я еще не видела. Я смотрю, что-то у нас опустило. Обычно был большой выбор. В общем, затарилась я, девочки. У меня полный холодильник теперь. Все. Надолго-надолго хватит. Да не боюсь. И что мне бояться? Мне бояться уже нечего. Я уже пожила, в общем, в принципе. Снимите зарядку отдельно. Я хочу вместе с вами заниматься. Но чтобы не искать зарядку где-то там посередине ролика, не мотать. Всем привет, девочки мои. Начинаю новое видео. У меня Настюшка уже. Скоро мы с ней на тренировку отправляемся. Кстати, я вам хочу показать, сколько у меня тетрадей. У меня тетрадей очень много и они одинаковые. Смотрите. Раз. Два. Три. Четыре. У меня четыре тетради одинаковых. Я пока прописи вот делаю. Я уже делала одни прописи смотрите, вчера. Ну-ка посмотрим поближе. Что ты тут вырисовываешь, что-то обводишь. А вот здесь и вот я сделала. Ага. Ну это чтобы вот у тебя рука уже твердо держала ручку, чтобы твердо ты уводила, писала. Ну я доделаю все и мы пойдем куда-нибудь. Мы пойдем на тренировку, уже будем одеваться через минут 15. Так, а что у нас сегодня на улице, девочки? На улице пасмурно. Сейчас у нас показывает дождик. Пока дождя я не вижу, но что-то мелкое там может быть капает и все. Ну плюс 7 градусов и пасмурно. Вчера целый день было пасмурно, но я вчера не снимала. А сегодня решила уже начать новый влог. Свежий воздух, тишина. Хорошо. Не знаю, брать зонтик, не брать. Даже не знаю. Настю я отведу, зайду в магазин. Кстати, что мне сейчас в холодильнике? В холодильнике прямо порядок. Чуть-чуть сметанки, чуть-чуть вот этот вот Антарктик Криль. Масло сливочное, соленье. Это йогурт, который я делала сама. Зелени чуть-чуть. В общем, яйца есть еще. В общем, надо немножко затариться. Так, а в морозилке у меня что? Тоже тут порядок навела. Там болгарский перец, помидор. Это у меня на компот. И это на компот. Пельмени можно убрать подальше. Их пока есть не буду. Чуть-чуть мяса осталось. Вот тут говядинка. Это у нас индейка. И курочка, да? А это вот блины, которые я покупала, они ждут масленицу. Чуть-чуть сала осталось. И масса сливочная. В общем, мясо нужно прикупить. Мясо, птица, что-нибудь такое. Все, мы вышли. Идем тихонечко, потихонечку. Идем на тренировочку. Дождя еще нет. Решила зонтик оставить дома, честно говоря. Ну, надеюсь, дождь меня не застанет. Но если что, капюшон накину и буду бежать мелкими перебежками. А нет, дождя сильного вроде не должно быть сейчас. Но может пойти в любой момент небольшой дождик. Настя, а что ты хотела рассказать? Уже забыла? Забыла, да? Да, забыла. Ну, ладно. И нет, дождь меня. Уже не помню, на каком я месте хотела вам что-то сказать. Мы когда выходили, ты говорила, я хочу что-то рассказать, но потом выйдем расскажу. Мы уже забыла, ну, ничего страшного. Ничего страшного. О, вот. Ну, может быть, да. Не то, но я вам все равно расскажу, что папа мне сказал, если я три дня не буду ну, там, плакать, тогда он мне что-нибудь, прям все, что я захочу подать. Я захотела утю. Утю? Утю. Утю, это такая утя, у которой, знаете, вот здесь вот очки, все утю с очками идут. У нее вот тут такая, типа, повязочки. вот здесь колокольчик и одежда. Это игрушка или что это? Это игрушка. Если вы ее закажете, например, где-нибудь, то не ждите прям вашей уточки. Вы только будете, как бы, вы, например, решили купить уточку желтого либо какого-нибудь цвета. Тогда вам принесут такой же цвет, который вы и хотели, но вам принесут утюг с другой одежкой. А может быть, и с такой же, который вы и захотели. Но больше всего люди, когда заказывают, там могут принести порватую утюг и еще что-то. Когда мы собирались ее заказать, там было, показали, что там порватую утку заказают. Заказали утку, а принесли порватую. Заменили? Да. А кто-то захотел белую утку, ему дали белую утку, но у него был костюм другой. И так все время. Может, даже очки другого цвета попасть. Там, то есть, вот эти вот штуки прозрачные, они все одинаковые. А вот их штучка, вот эта вот, ну, то есть, на чем? Масюля, нам надо идти. Ты долго очень это рассказываешь. Давай покороче. Давай. Мы пошли. Сейчас будем идти, рассказывать. Нет, идти через дорогу мы не будем рассказывать. Хорошо, все. Сейчас мы придем через дорогу, я вам дальше расскажу. Нет, уже мы там рассказывать не будем ничего, Настю. Ну вот, значит, уточку вы закажите, там будет не тот косем, может быть, не тот косем, которого захотели. и все. Всем пока-пока. Ну все, я не прощаюсь, будем продолжать видеосъемки. Сейчас мы уже подошли к дороге, идем через дорогу, Настю я отвожу на тренировку и пойду в магазин или по магазинам посмотрим. Все, я Настю отвела, иду я, смотрю, небо такое серое, серое, девочки. Но дождя, слава Богу, нету, и я сейчас быстренько на автобусе еду обратно, заскочу в магазин уже возле дома. Там ближе, если что, бежать до дома. Так, я вышла с автобуса, я смотрю, мелкий дождик уже капает, поэтому надо быстренько-быстренько так заскочу сначала в мясо в Донские традиции, там мяска прикуплю чуть-чуть, а потом в пятерочку и домой. Хоть бы не лупанул дождь, не взяла зонтик, не захотела лишнее таскать. О, дверь открыта, прям хорошо. Так, что тут у нас? Свинина. Надо взять мякоть. Вообще, хочу котлет, прям хочу. Говядину. 599 мякоть. Блин, дороговато. Девочки, такого я еще не видела. Я смотрю, что-то у нас опустила. Обычно был большой выбор, полно всего. Огурцы, помидоры, тут разные овощи, фрукты. Что-то я морковки не вижу. А вот тут остатки какие-то есть. Да, что-то, что-то как-то не очень. Все, девочки, пришла домой, притащила три сумки. Ну, то, что по списку и то, что не по списку еще. В общем, сейчас покажу, что принесла. Я же говорила, что буду затаривать холодильник свой другими продуктами. В общем, быстро замороженных продуктов взяла побольше, чтобы вот так вот раз там на сковородку или куда. В общем, овощи по-деревенски 4 сезона. Там разные, разные овощи, быстро замороженные. Вот это 8 овощей. Тут они чуть-чуть отличаются, состав. Ну, в общем, то же самое. Взяла лесные грибы. Раньше шампиньоны замороженные шампиньончики брала, сейчас решила попробовать смесь лесных грибов. Ну, вот, например, грибной супчик сварить. И вот я ишенку с фасолью стручковой, зелененькой, тоже люблю. Так, ну, вот это вот рыбное филе. Ну, написано, что здесь стопроцентное филе. Надеюсь, что это так. В общем, это тоже быстренько приготовить рыбные, рыбные котлетки такие. Так, еще взяла сметану, взяла молочко вот такое вот, обогащенное витаминчиками, небольшое. Я люблю маленькие упаковки, чтобы долго не стояло молоко. И там я хочу сделать окошку, девочки мои. Ну, еще в пятерочке я набрала вот этих своих любимых творожных йогуртов. Вечерком люблю я их покушать. Апельсин маракуйя, персик, абрикос, груша и банан. И манго с маракуйей. Вот это самое любимое, самое вкусное. Три штучки взяла. Взяла вот такой сок манго. Попробую. Кофе по акции было 299 рублей. Это большая банка. Так, это я затарилась кофем. Форель была тоже по акции. Ну, взяла пару морковочек, капустину. И вот этот хлеб взяла Богородский, потому что аютинский отрубной большие, только, к сожалению, стали выпускать батоны. А маленький батончик теперь уже не выпускают. Ну, вот этот я брала уже как-то ела. Он мне понравился. Хороший вкусный хлеб. Он свеженький мягкий. В общем, буду есть я его теперь. Так, ну, а что я взяла в донских традициях? Курица, бедро, бескосный и бескожий косточек. Цена идет за килограмм 349 рублей. Вот килограммчик взяла. Говядина, мякоть идет 599 рублей за килограмм или больше килограмма. А свинина, окорок 329 рублей за килограмм. В общем, я хочу и котлетки сделать, и так мясо распределю по кусочкам, и морозилка у меня будет затарена теперь. Так, что еще я там взяла? Решила попробовать люля-кебаб из индейки. 699 рублей за килограмм стоит, но мне кажется, оно должно быть и вкусным, и нежирным, полезным. Так, взяла я попробовать вот это вот сыр черный принт с топленым молоком. Так, вот этот сыр по 759 за килограмм 264 рубля. Этот кусочек. Я сыр сейчас ем помалу, и пусть это будет помалу, но вкусно. То же самое касается колбасы. Докторская колбаса 399 рублей килограмм. Вот где-то полкило, чуть больше полкило в натуральной оболочке. Я сказала, дайте самую вкусную мне колбасу без жирину. Ну, во-первых, я хочу в окрошку ее добавить, ну, и так попробовать поесть. Выручила бабушку, набрала зелени, укроп, петрушка и лок, будем салатики кушать. В общем, все будет полезная еда теперь у нас. В общем, затарилась я, девочки, у меня полный холодильник теперь, все, надолго-надолго хватит. Мясо я, кстати говоря, вот так вот затариваю, я покупаю очень редко. Я уже даже не помню, когда последний раз я вот затаривала с мясом, наверное, месяца три может быть назад. Ну, мне надолго хватает, я же-то мясо ем по чуть-чуть. В общем, короче, не только ж мясо, там иногда рыба или еще что-нибудь. Вот, короче говоря, заморозок вот этих взяла, ну, вот эти вот сейчас как бы диета, я хочу попробовать какие-то новые блюда поготовить. Я уже составила себе список блюд, ну, таких основных, которые вот в обид обычно едят, да, и написала себе список, какие варианты я могу себе готовить. И, в общем, я затарила на все варианты себе всяких разных вот этих вот заморозок пусть будут. Вот, так что можно, можно, честно говоря, из дома вообще месяц точно не выходить. Единственное, что может быть там хлеба, но его сейчас стало мало есть, поэтому, может быть там где-то хлеба, там где-то каких-то там йогуртов, что-нибудь такое, сметанку, быстро, быстро портящие продукты, можно там чуть-чуть где-то подкупить. Ну, а основные глобальные продукты, у меня крупы есть, у меня этих круп еще хватит надолго, потому что я их редко готовлю, картошка, все, морковку я потом попозже еще подкуплю, просто я остатки там увидела, но там на палету, уже привезли в зале на палете, уже стоят там коробки, они еще просто не распакованы, с этими помидорами, огурцами, капустой, и другие разные овощи, вот, но видно подгребли, но с другой стороны, у нас сейчас же как бы аэропорты закрыты, авиалинии на юге закрыты, поэтому, видимо, поставки сейчас уже как-то вот, может, с перебоями поставляются, а может быть, это вот на складах было, в общем, все наладится, все будет хорошо, остальные продукты, все, на прилавках всего полно, все есть, короче говоря, голодать не будем, нам самим еды хватит, еще мы можем и накормить еще кого угодно, вот, в этом плане все нормально, в общем, сумки приволокла, надо чуть-чуть отдохнуть, я уже пораспихала все в холодильник, единственное, что мясо только, пока что говядину, свинину я еще не разделала, сейчас чуть-чуть отдохну, и разделываю что-то по пакетикам, разложу в морозилку, а что-то я там поврезаю на фарш, хочу фарш, ну, из фарша, фарш тоже хочу сделать, побольше, наверное, там котлетки какие-то, может, тефтельки, там, я не знаю, в общем, фрикадельки, что-нибудь такое, в общем, на пару там где-то что-то готовить, из фарша все-таки лучше, чем, ну, кусок мяса, как бы, вот, в общем, короче говоря, все хорошо, сегодня я просто на обед съем люля, взяла специально одну люляшечку, для того, чтобы не спешить сейчас что-то готовить, надо как-то это потихоньку делать, с чувством, с толком, с остановкой, и отдыхать периодически, вот, поэтому я на обед сегодня поем люляшечку, и с овощами, какой-нибудь салатик там себе наезжу, вот, и все, ну, а потом отдохну чуть-чуть, и потом дальше буду думать, а что, что тут, ну, надо будет просто мясо разделать, на сегодня это точно, а если я что-то там надумаю, то это я уже попозже, может быть, буду делать. Сегодня опять спала с перебоями, спала, просыпалась, потом опять спала, и, в общем, короче говоря, глазки, да еще вот эта погода, когда дождливая погода, низкое, видимо, давление, и оно на глаза давит, и прям в сон клонит, хотя, может быть, по факту уснуть не могу, а прям глаза тяжелые, поэтому они у меня как сонные сейчас, я прям чувствую, вот, в общем, сейчас немножко отдохну, и потом попозже к вам вернусь, Ну, покажу вам, как сейчас у меня в холодильнике, в общем, верхняя полка забита, на нижней полке я ставила место, для того, чтобы там мясо уже заложить, потому что мясо у меня сейчас лежит в нижнем отделении, вот эти вот два куска, надо будет мне их распределить, ну, и вот уже как-то вот у меня тут пополнил, пополнились запасики, все отлично, все есть, все хорошо. Девочки, иногда для успокоения, включаю вот такое просто музыка успокаивающие, и слушаю. Все, обед мой готов, я сделала салатик, помидоры, огурцы, редисочка, зелень всякая разная, лук зеленый, вот, и залила это, вот этот йогурт, который я делала, и там ложечка сметаны оставалась, в общем, вот это вот все, залила йогурт, он у меня совершенно пресный, несладкий, он даже напоминает сметанку на вкус, вот, люляшки разогрела, две, ну, вернее, это одна люляшка, я ее пополам разрезала, потому что, я думаю, половина будет мне, может быть, мало, а две будет много, в общем, посмотрим, как я съем, ну, и вот сок манго, я разбавляю обычно с водичкой, чтобы не сильно был сладкий, и не сильно густой, вот такой обед у меня сегодня. Все, девочки, перемолола я мясо, решила пожарить котлетки, давно я котлеты уже не делала свои собственные, я уже за ними так соскучилась, в общем, решила пожарить, вот так. Ну, вот и все, девочки мои, сегодняшний день подошел к концу, я на ужин поела одну котлетку без хлеба, и доела салат, который у меня еще остался с обеда, а в обед я вам показывала, ела я люляшку из индейки с салатиком, на завтрак у меня была овсянка, как всегда. Я, кстати, за сегодняшний день даже ни одного кусочка хлеба не поела, все, ужинала в 6 часов, и поела уже потом напоследок, ну, вот этот вот Дониссимо творожочек, маленький творожный Дониссимо. Все, я не голодная, есть не хочу, я уже все управилась, легла сейчас, запустила по телевизору, по интернету, фильм «Человек», сейчас скажу вам, как называется, в общем, дотек, девчонки нашла себе. У меня сегодня прекрасное настроение, сегодня вышло видео, и там, где я вас позвала на помощь, для поддержки, чтобы вы мне написали поддерживающие комментарии, и действительно, очень много поддерживающих комментариев. Девчата, вот почаще бы вы писали, и было бы все замечательно. Потому что, один комментарий, там мне вот девушка написала, что, почему вы боитесь критику, почему вы боитесь, там, в общем, короче, плохих комментариев. Да не боюсь, и чего мне бояться? Мне бояться уже нечего, я уже пожила, в общем, в принципе. Не в этом дело, мне нужна поддержка. когда у меня выходит, вот допустим, мало комментариев, ну скажем, 20 комментариев, и из них, допустим, 5 положительных, а 15 идут уже, вот какая-то критика, какие-то замечания, то что-то не так снимаю, не так говорю, не так одеваю, то кому-то это не нравится, кому-то то не нравится. Ну, в общем, короче говоря, все такое вот, что ничего хорошего, ничего поддерживающего, при том, что я смотрю просмотров в этом месяце вообще меньше, несмотря на то, что в этом месяце я сняла видео больше, чем в любом другом месяце вообще, сколько у меня было, прям каждый день я снимала. Ну, в общем, тем не менее, как бы, знаете, вот все в совокупности получается, что тут я уже волей-неволей задумалась, ну, мало того, что у меня нет вдохновения что-то новое, как бы, что-то снимать, когда я не вижу поддержки, когда, допустим, я вот начала зарядку делать, как бы, стараюсь похудеть, стараюсь какую-то там диету пособлюдать, я не вижу в этом, допустим, какой-то поддержки, но очень мало таких комментариев поддерживающих, и при том, что в процентном соотношении получается много комментариев, где мне пишут, да зачем вам это надо, кто-то пишет, да вам не надо худеть, да вы нормальная, кто-то пишет, да вы уже начинали худеть, что вы опять начинаете, для этого сила воли нужна, ну, и так далее, в том же духе, да, и тут я уже думаю, а, ну, как бы, может, это вообще не нужно вам снимать, может быть, вам это неинтересно, все это вообще, а потом, вот я вчера целый день ничего не снимала, я вчера целый день ходила, думала, я просто понимаю, что у меня как бы падают крылья, руки падают, нет крыльев, нет вдохновения, что-либо снимать, потому что, о чем бы я не подумала, снять это или снять то, я сразу же уже, потому что это все уже пройдено, да, я уже знаю, какие комментарии пойдут, какая критика пойдет, я начинаю отметать, так, это я снимать не буду, это я снимать не буду, я что-то делаю, и тут же мне хочется взять камеру и снять, и думаю, ой, да это никому не нужно, ой, это раскритикуют, и вот, короче, вот начинаю я все отметать, потом думаю, да не буду я вообще ничего снимать, вот я вчера вот хотела начать с утра видео, начать снимать, потом думаю, нет, попозже, нет, не это, не то, не сейчас, да я вообще сегодня ничего не буду снимать, и вот, как бы, понимаете, когда я уже понимаю, что на меня нахлынуло такое настроение, какая-то вот апатия, какое-то, вот знаете, какое-то непонимание вообще, что происходит, да, поэтому уже вот как бы я ждала, пока видео это выйдет, где я вас уже призываю написать какие-то положительные комментарии, дать отзыв, мне обратную связь, чтобы я понимала, кому это нужно, кому вообще мой канал интересен, и то, что я делаю интересно, и так далее, и прочее. Для того, чтобы вы мне дали опять вдохновение продолжать снимать мой канал, так же, как я вот и снимала, да, и какие-то перемены, какие у меня в жизни происходят, для того, чтобы у меня было какое-то вдохновение, может быть, куда-то пойти, что-то снять, я тем более вот сейчас жду, когда уже полноценно развернется весна, когда будут теплые деньки, чтобы можно было больше проводить времени на улице, я уже продумаю, куда пойти, что снять и так далее. Вот, поэтому мне нужна обязательно обратная связь, поэтому, девочки, кому мои видео нравятся, мой канал, я, вы не стесняйтесь, не ленитесь, все-таки пишите мне комментарии позитивные, потому что они мне нужны, они меня вдохновляют. Я же для вас стараюсь. Вот, ну вот и все, что я хотела на сегодня сказать, но я пока не прощаюсь с вами, завтра мы продолжим наш ролик, а сейчас уже с покойной ночи я иду, посмотрю немножко еще сейчас детективчик и спать. А что я смотрю? Сериал называется «Человек из дома напротив», вторая серия, я уже смотрю вторую серию. Ну, первая серия меня заинтересовала, мне понравилась. И вот теперь уже начинается вторая серия. Доброе утро, девочки мои! Я сегодня проснулась пораньше, хотя выспалась нормально. Села сразу монтировать это видео и увидела, что я там уже наснимала больше 20 минут. А у меня сегодня много планов, много каких дел, съемок, и поэтому я решила сегодняшний день уже начать снимать новое видео, а это видео завершить. Читала я вчера комментарии, очень много комментариев, хороших, замечательных. И, кстати, один комментарий по поводу зарядки. Одна у меня девушка пишет. Снимите зарядку отдельно, я хочу вместе с вами заниматься, но чтобы не искать зарядку где-то там посредине ролика, не мотать. Вот, поэтому я вам что хочу сказать по этому поводу, девушке это ответить. Пятиминутный ролик, ну, мне снимать, во-первых, невыгодно, просмотров будет мало, потому что далеко не все делают зарядку. И делают зарядку такую, как я, вместе со мной. И пятиминутные ролики, в общем, как бы мне, ну, нет смысла снимать. Но специально для вас я следующее видео начну с зарядки, поэтому вам зарядку искать не придется. И в названии я сразу первым словом поставлю «разминка». Вы увидите слово «разминка» и уже будете знать, что ролик начинается с зарядки. Чтобы вам не мотать, она будет в начале зарядки. Потому что сейчас я уже этот ролик заканчиваю, новый начинаю и начну уже с зарядки. Ну, а на этом, девочки мои хорошие, я видео хочу завершить. А, кстати, по поводу фильма, который я вчера вам рассказала. Я вчера его досмотрела, там 4 серии. Там вообще этот сериал с этими героями, которые два следователя, ну, два детектива расследуют. Там есть цикл вот этих сериалов. Ну, вот именно вот это название, да, «Человек из дома напротив». Там 4 серии я досмотрела. В общем, хороший, отдыхающий, такой довольно интересный, в общем, интригующий такой детективчик. Поэтому я рекомендую, кому интересно, кого это интересует, рекомендую его посмотреть. Все, мои хорошие, на этом я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Кому видео понравилось, пишите хорошие комментарии. Кому видео не понравилось, ничего лучше не пишите, мои дорогие. Ну, вот и все. Всем пока-пока. Всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok